Мы с вами находимся на опыте по изучению эффективности применения нашего нового фунгицида Элатус Риа на различных сортах азимой пшеницы в системе с однократной и двукратной фунгицидной защитой. Какие же сорта здесь представлены? Это и московская 56, московская 40, сорт скипетр, наиболее популярный в регионе, это сорт льговская 4, а также сорта южной селекции, сорт ермак, безостая 100. Давайте с некоторыми из них познакомимся поближе и рассмотрим их более детально. Это скипетр, самый распространенный сорт азимой пшеницы не только в центрально-черноземном регионе, но и на территории всей нашей большой страны. В условиях этого года в Курской области мы можем видеть, что на контрольном варианте, где не было применения фунгицидной защиты, отдельные растения очень сильно поражены такой пятнистостью листьев, как септориоз. Флаговые листья и подфлаговые листья отдельных растений поражены на уровне от 15 до 50%. То есть мы можем говорить, что септориоз листьев на этом сорте имеет эпифтотийное развитие. Скороспелый сорт ермак поражался в этом году в условиях 2020 года в Курской области очень интенсивно. Развитие септориоза на флаговых листьях достигает 70-80%. Обратите внимание на сорта немчиновской селекции. Здесь мы видим сорт, например, московская 40. Это позднеспелый сорт. Он только начинает болеть, и мы можем видеть, вы можете видеть, что развитие септориоза здесь значительно меньше по сравнению с предыдущими сортами. Септориоза на флаговом и подфлаговом листе всего лишь на уровне 10-12% развития. Но теперь давайте поговорим о системах с однократной фунгицидной обработкой. В качестве продукта для такой системы в данном случае мы выбрали новый наш фунгицид Элатус Рия. Норма применения этого продукта 0,4 литра на гектар. Обработка посевов была проведена в фазу флаг-лист, полный выход флагового листа. И сейчас мы с вами находимся на сорте московская 40. Сейчас 35-й день после нанесения фунгицида. И мы видим, что на отдельных листьях, конечно же, на момент обработки уже присутствовали различные пятнистости. В частности, это септориоз листьев. Но развитие заболеваний на момент обработки достигало не больше 10%. Фунгицид Элатус Рия, нанесенный 35 дней назад, остановил развитие заболеваний. И тот септориоз, который мы наблюдаем на флаговых листьях, на самом деле сейчас не представляет для нас никакой угрозы. Потому что он не жизнеспособный. Пикниды не способны выделять споры в окружающую среду. И они не разлетаются и не заражают соседние растения и ярусы листьев. То есть посев уже сейчас 35 дней находится под надежной защитой нового фунгицида. И я думаю, что еще в течение как минимум 10 дней он будет находиться под надежной защитой этого продукта. И обратите внимание на этот же сорт. Московская 40, но уже в системе с двукратным применением фунгицидом. В фазу кущения, начало выхода в трубку была проведена фунгицидная обработка Амистар Экстра в норме 0,5 литров на гектар. Эта обработка обеспечила длительную, мощную и своевременную защиту зерновой культуры от листовых пятнистостей, от мучнистой росы. И обеспечила более чистый полок листьев и препятствовала распространению септориоза с нижнего яруса на более верхний ярус. Затем была проведена вторая фунгицидная обработка уже известным нам продуктом Элатус Риа в норме 0,4 литра на гектар. Как мы рекомендуем, профилактическая. В фазе развития культуры полный выход флагового листа. И видите, что через 35 дней после фунгицидной обработки и на сегодняшний день практически все листья зеленые, здоровые, то есть фотосинтезирующий аппарат зерновой культуры активно работает на то, чтобы произошел полноценный налив зерна и мы получили достойный урожай в соответствии с вложенными инвестициями. И обратите внимание, сорт Ермак, скороспелый сорт, на котором мы без защиты наблюдали эпифитотильное развитие септориоза листьев, при двукратном применении фунгицидов, чувствуют себя превосходно. Обратите внимание, что практически все листья на сегодняшний момент, а сегодня 35 день после второй фунгицидной обработки, они более зеленые. Фотосинтетический аппарат работает в полную мощность, То есть вся энергия растения направлена на то, чтобы сформировать не просто большой урожай, но и урожай достойного качества.